Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Насколько повысится квартплата с 1 июля? Как можно экономить на расходование потребления услуг ЖКХ? Оправдывает ли себя установка счетчиков? Об этом говорим сегодня. И в нашей студии председатель ТСЖ Буревестник Сергей Попелов. Ваши вопросы по теме ЖКХ озвучивайте по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте. Ну скажите, пожалуйста, что же нас ждет с 1 июля? Да ну, уже все, 1 июля прошло. Да, и уже цены повысились. То есть все это можно посмотреть в интернете, на сайтах, это все выложено. Потому что все эти повышения, они в принципе еще были одобрены и установлены еще в декабре-ноябре прошлого года. Потому что сейчас под Новый год устанавливают цены как раз на текущий. Повышение у нас сейчас происходит не с 1 января, как было раньше, уже 3 года где-то, а с 1 июля повышается. Вообще вот повышение тарифов. Все-таки хочется разобраться. Вот что это такое? На что конкретно повысится плата, оплата? Ну как, на все. Вот тариф, это что? Тариф, это просто единица чего-то, например, единица тепла, гигакалория подорожала, и тонна воды подорожала, 1 киловатт в час электроэнергии подорожал, 1 метр кубический газа подорожал. То есть вот газ, например, кто пользовался газовыми плитами, был 6 рублей, с первого числа он стал 6,45. Вот если электричество было, ну для тех, у кого газовая плита 3,17, стало 3,44, а для тех, у кого были электроплиты 2,22, стало 2,41. Вот насколько эти 20 копеек, насколько они вот считаете? Если вы потребляли, например, электроэнергии 200-300 киловатт, вот эти 20 копеек, сколько они вам дадут? А вообще вот если вот так округлить все, в целом на сколько повысится? Ну, судя по тому, что почти все тарифы на коммунальные услуги где-то в районе 80%, вот считайте, что у вас квитанция где-то настолько приблизительно вырастет. Понятно. А вообще как-то это соотносится с инфляцией? Вот я, последняя информация, за полгода инфляция набрала в Самарской области 8,28%. Это как-то вот соразмеряется, нет? Вы знаете, вопрос не ко мне, потому что тарифы у нас устанавливают, такие тарифы, как на электроэнергию, на тепло, это устанавливает Министерство энергетики и ЖКХ. То есть вопрос, как они эти поднимают именно настолько. Ну, почему именно настолько поднимают? Потому что есть федеральные законы, которые ограничивают, что не больше вот стальки-то, то есть от процента инфляции официальной. Вот они как раз и повышают вот эти 8-10%. Только мне, конечно, тоже тут непонятно. То есть вот когда мы в 90-е годы жили, например, и нам говорили, что мы платим мало, тариф у нас неправильный, и с тех пор нам все время повышают каждый год или каждые полгода раньше повышали на 10-15%. Всегда повышали, повышали. И вот так традиционно сейчас раз в год на 10% повышают. И уже, в общем-то, трудно сказать, когда кончится это все повышение. Да. И каждый год прирост по 8-10% им всегда это нравится. Они говорят, что это инфляционные ожидания. Вот. И они повышают, повышают и повышают. Кстати, в прошлом году президент Путин как раз вот по поводу тарифов повышения обращался вот к владельцам вот всяких теплоэнергостанций. Но вот как-то все равно это не... Кстати, вот если по отоплению посмотреть, вот с первого числа одна гигакалория подорожала с 1403 до 1458. Вроде на 1400 рублей 50 рублей, вроде немного. Но тут надо вспомнить, что это тариф за ОПТС, а как мы говорили полгода назад, всех, кто был в Волжской ТГК, передали в ПТС. И там получилось с 1100 до 1400, а сейчас до 1450. То есть вот у людей, тех, кто был в декабре еще платил по 1100, сейчас у них почти 1500. То есть для них вообще-то повышение, сказалось, довольно приличное вот за эти полгода. Но вообще такая тенденция повышения. Во-первых, даже в тройном получается размере, потому что мы платим теперь за капитальный ремонт домов раз, это уже повышение. Дальше вот эти тарифы повысили с 1 июля два. И третье, еще будут повышаться штрафные санкции для тех, кто не установил счетчики. Вот вы в курсе, как все это будет? Насколько это повысится? Это не штрафные санкции, а просто есть постановление, по которому каждые полгода на 10% увеличивается норматив. Ну вот получается 1 июля опять же на 10%. То есть те, кто не установил счетчики, то им уже расход воды, то есть мало того, что вода и водоотведение дорожает, еще и увеличивается количество. Так как вы без счетчиков, то у вас увеличится норматив потребления. То есть это еще растет. То есть как бы заставляют всех переходить к счетчикам, чтобы все платили именно сколько ты взял, то есть учет и потребление, чтобы было налажено правильно. Понятно. Вот а на вашем примере, как председатель ТСЖ, как ваши вот жильцы, все установили счетчики? Ну понятно, что не все. Как тенденция? Вот это пугает повышение на 10% людей или нет? Или люди все равно по социальным этим нормам сидят? По статистике где-то, нет, последние где-то месяцев 9 или 10 идет, конечно, такая вот волна. То есть люди устанавливают счетчики, пломбируют их, начинают приносить показания, то есть жить по счетчикам. Ну я же опять говорю, что счетчик это не то, что экономить. Если ты хочешь экономить, ты будешь экономить. То есть за каждую воду или за каждый киловатт бороться, чтобы не тратить его. Другой вопрос, что если ты поставил и как привык лить воду, то просто счетчик и будет показывать, что у тебя большое это самое. То есть счетчик только тогда счетчик в голове тоже начинает считать и начинаешь уже экономить. Не совсем. Нет, не совсем. Нет, люди как привыкли. Потом, когда они просто в квитанции видят, то есть они привыкли, что вот у них, например, по нормативу было столько-то на семью приходилось. А теперь, когда они счетчик поставили и не экономят, то получается, сколько вы взяли, столько и получаете. И сразу видят в квитанции бешеную цифру. Сразу прибегают, я не мог столько накрутить. Приходит сантехника, оказывается, что унитаз подтекает. То есть, видите, когда они жили и брали по нормативу, то, что тек унитаз, это ничего никого не волновало. А вот это вот вроде небольшое подтекание, то, что плохо перекрывается клапан, вот это все очень сильно набирается. И кубы. Они круглосуточно идут и идут, капают и капают. Да, и вот все-таки нас вынуждают и подталкивают экономить. Вот как вы сейчас сказали, вот какими методами, вариантами мы можем это сделать? Вот первое, это установка счетчиков. Так я поняла, да? Счетчиков и тогда бороться и смотреть, чтобы у тебя нигде не подтекало, чтобы лишние не уходили. То есть, если на газ, то значит как-то, ну, просто не так, что плитка включена у тебя, снял чайник, а забыл выключить. То есть, чтобы это не горело. Так. Потом это, нет, бывает это отцел. Сейчас я тут буду что-нибудь жарить. И пока сковородку готовишь, ты там еще полкуба вылетела. Установка по электричеству. У нас, в принципе, электросети устанавливают двухтарифные счетчики. Это когда с 23 ночи до 7 утра действует ночной тариф, который ровно в половину дневного. А то, вот если, например, было 3.17, то ночной тариф был где-то в половину. Ну, кстати, очень многие, сейчас же техника такая умная пошла. То есть, стиральную машинку можно запрограммировать и стирку, чтобы она у тебя именно в 11 или в 12 машинка выключила все. Потому что основное потребление электроэнергии, это как раз вот нагрян термах, когда стирается еще что-то. Посудомоечные машинки тоже очень много электричества берут, потому что она берет холодную воду, а дальше подогревает и моет посуду. Поэтому люди приспосабливаются так, что ставят всю эту технику, чтобы она у них где-то в 11-12, когда тариф более дешевый. Я не говорю, что надо гладить, заниматься еще чем-то. Но вот как показывает статистика, вот те, кто поставил двухтарифные счетчики, экономия... Вот если человек не обращает внимания, то на ночной тариф у него где-то уходит, ну, треть. Или процентов 20-25. То есть, если вот человек как жил, хоть у него двухтариф, но он не обращает внимания. С учетом того, что в половину берется, значит экономия где-то 15%. 12-15% он экономит. Это не обращение ваше. Но есть такие вот, как я сказал, которые стиральные машины, посудомоечные, заправляют и включают их после 11 часов. У этих экономия достигает до 50%. Это почти пополам. Половину ночью, половину днем. Соответственно, 25% от общей суммы у них получается экономия. Да, а вот эти двухтарифные счетчики, это специальные счетчики? Их нужно заказывать как-то? Где их нужно или как? Продаются во всех магазинах, которые торгуют электрооборудой, ну, специфическими. Просто нужно вот сказать, что вам нужен такой-то. Нет, вам нужен такой-то. Да, во-первых, надо обратиться к поставщику ресурса. То есть, например, это самарские городские электросети, но это 90% у нас почти у них. Значит, приходишь туда в абонентский отдел. Во-первых, конечно, лучше узнать, какую именно марку поставить, которую они примут. Потому что пломбируют они. А потом этот счетчик вы не просто купили из магазина и сразу себе поставили. Так как он должен быть там установлен на программу, то есть заведены эти часы по нашему часовому. Поэтому отдают в электросети, там его выставляют, пломбируют, чтобы туда это все. Потом устанавливают у себя, и он вам как раз часы именно будет считать, чтобы была эта синхронизация. Но он дороже стоит. Да, дороже. Они, если вот в прошлом году где-то 1300 стоили, сейчас где-то 1700. То есть все подорожало сейчас. К нам уже поступают первые вопросы. Я напомню, телефон 202-11-22. Звоните, у нас еще есть время. Ирина Александровна интересуется. У меня счетчик не установлен, я плачу по нормативу. Устанавливать счетчик не собираюсь. Имеют ли право меня обязывать и заставлять насильно устанавливать счетчик? Нет, никто насильно заставлять не имеет права счетчик. То есть она просто будет по нормативу. Как я сказал, то не все этим правом пользуются. Кстати, не все управляющие компании ТСЖ это право применяют. Увеличивать норматив на 10% каждые полгода. Ну вот у нас, например, мы еще никому не увеличивали. То есть вот такое вот проявляем пока это. В нашем, по крайней мере, ТСЖ мы такое... То есть ТСЖ своим решением может это сделать? У нас не такое право делать, то есть это будет законно. Но мы пока этих драконских мер не применяем. А по поводу того, потому что я говорю сейчас в последнее время, и так очень много людей обращается именно с установкой. Приносят документы, что они установили, поставили счетчики. Никто их не заставляет. Это чисто воля. Да, но вообще вот люди просчитывают целесообразность же установки счетчик. Как они себя окупают? Через какое время? И вообще вот на ваш взгляд профессионалов в системе ЖКХ нужно же устанавливать? Чем-то каждые полгода ты будешь больше, больше, больше платить. Двухтарифный счетчик, двухтарифный по электричеству, при цене, конечно, 1700 рублей. И я вам как вам сказал, что вы экономить будете, если сильно не будете обращать внимание и загоняться, будете в каких-то 10-15% экономить. Понятно, что он у вас, я так присчитывал, где-то срок окупаемости почти три года. Но эти счетчики, они рассчитаны на лет на 15, по-моему, у них просто срок межпроверочный, а как обычно на них поставят, так он почти на всю жизнь пока не сломался. Так что, в принципе, он, конечно, себя окупит через три года. Но счетчики на воду, они стоят дешевле. Еще недавно они стоили где-то 500-600 рублей. Сейчас вот я смотрю, даже в самых дешевых магазинах они где-то до 700-800 поднялись, потому что идет вот этот бум. И понятно, что производители и продавцы этим пользуются. Вот. Ну, все равно тоже окупят себя, он через какое-то время, особенно, понимаете, очень выгодно ставить, кому я могу сказать, это людям, пенсионерам, которые, ну, одиноким, которые живет очень мало, особенно пенсионеры летом... Ну, как ты бы сказал, что живет очень мало. Нет, живет в квартире, пользуется ресурсом мало, потому что на дачу уезжает. Вот очень многие пенсионеры, они все лето на дачу уезжают. Люди, которые, ну, в командировках, вот молодежь, которая целая, в общем, работающий человек, который постоянно целый день на работе. Он пришел только вечером, быстренько перекусил, все, лег спать, и воды не сильно много тратит. Поэтому у них расход действительно, по сравнению с нормативом, идет мало. А вот если там многодетная семья, или вообще, где, в общем, сидит... Тогда можно по социальным нормам. Да, и там два или три ребенка, она постоянно стирает, постоянно надо что-то сварить детям, особенно дети маленькие, постоянно надо постирать, он пришел грязный. Вот у нее, даже если она счетчик ставит, у нее либо тоже на то же получается по нормам, иногда даже и больше в таких семьях. Понятно. Следующий вопрос от Михаила. Будет ли повышение стоимости капитального ремонта в Самаре? Будут ли объединять квитанции за капремонт и коммуналку? Вот как в ТСЖ происходит? А это вопрос не ко мне, во-первых, это... А к вам какие-то квитанции приходят? Я говорю, что это вопрос к этому агентству, которое устанавливает, то есть ЕРКЦ. Вот, либо вопрос... А вы с кем заключаете договоры по квитанциям? Вот кто вам приносит? Или это все в одном, или как? Нет, не в одном. А у нас люди... Я же говорил, что есть разные способы. Либо ТСЖ собирает на свой, отрывает специальный счет. У вас свой? Нет, на свой. Нет, люди проголосовали за свой. Они вообще полная апатия к этому. Поэтому все, это вопрос, как они оплачивают это туда. Поэтому, будет ли повышение, я сказать не могу, потому что это устанавливает, опять же, Самарская область. Сколько? Вот в Москве, например, сказали, что до 15 рублей. Ну, была, по-моему, информация. Там до 15 рублей подняли, что это вообще... У нас, например, содержание-то до сих пор где-то 16-15 рублей, тут на капремонт по 15 рублей. Это вообще практически стоимость содержания жилья увеличится почти в два раза. А мы говорим про какие-то 8-10% коммунальные услуги, если тут вот такое действительно поднимут. Ну, там и уровень зарплат выше в Москве, собственно говоря, и уровень жизни. Да, уровень жизни, все это. И там еще до сих пор пенсионерам компенсируют, и каким-то льготы там для всяких ветеранов и прочее осталось. У нас это все уже почти, все поотменялось, только все идет... Ну, каждый идет за себя. Нет, каждый сам за себя получает в денежном эквиваленте. А на что он их потратит? На коммуналку, или на таблетки, или на лече, еще на что-то? Это уже это. Он идет сам для себя по каким-то там параметрам это получает. То есть получает деньгами, а дальше куда он их тратит? Да. Следующий вопрос Алексей Юрьевич задает. У нас стоит счетчик на горячую воду, по температуре вода чуть теплая. Платим как за горячую всегда? Куда обратиться, как решить вопрос? Потому что мы платим за услугу, которая нам не предоставляется. Да, есть такое в нашем городе. Каждый год обещают все сделать. Дело все в том, что в летний период для того, чтобы вода была горячей, должен быть процесс сиркуляции. То есть вода должна входить и уходить. То есть вот как отопление зимой. Но дело все в том, что летом у нас происходит всегда ремонт теплотрассы, поэтому вода подается всегда только по одной трубе, вторая стоит. И особенно за ночь никто ей не пользуется, она остывает. И поэтому... А сейчас многие поставили счетчики, и никто не хочет воду сливать. Поэтому, как мне один сказал, я единственный в подъезде, кто остался без счетчика. И все ждут, когда я проснусь, открою, солью, она потеплеет. Вот тогда все начинают открывать. То есть да, есть такая проблема, но это проблема, которую обещают каждый год, что... А вы в своем ТСЖ как решаете ее? Вы отрегулировали все? Мы все-таки стараемся. У нас вода на входе в дом держится от... То есть на входе она где-то 60-62 градуса, а вода, которая уже уходит с дома, она где-то 49-54. А как это сделать, чтобы хотя бы на входе 60? Вот технически как это сделать? Вот вы же сделали, это добились? Это, знаете, каждый дом индивидуально, да. И каждый раз это всегда с районом мы договаривались, что как-то давайте сделаем, чтобы хотя бы по минимуму хоть что-то сиркулировало, чтобы хоть попытаемся как-то решить этот вопрос с ними. То есть вы как председатель берете эту работу на себя и договариваетесь? Ну понятно, да. Если, конечно, в управляющих компаниях там и все, поставщики это самое. Дело в том, что ты, к сожалению, немножко ближе к людям. Поэтому когда идешь, все тебя знают и сразу скажут за этот вопрос. А почему у меня то не это или так не так? И поэтому сантехникой давай разбираться, почему здесь что-то или то. И как можно это улучшить? При желании можно добиться. Не во всех районах и не во всех этих. Это все от района и от того, что это. У нас тоже иногда бывает, что нам звонят и говорят, сейчас воды можете сильно не ждать, потому что вот там-то авария и до вас сейчас будут дыхать какие-то остатки. Да, бывает. Это все зависит, конечно, от района и от этого самого. Понятно. Следующий вопрос. Галина Павловна задает, как должна распределяться оплата за воду по общедомовому счетчику? Вот да, вот таинственный вот этот общедомовой счетчик. Откуда оно вот это вот там берется, считается? Кто за него платит вот за использование общедомовое? Вот непонятно совсем. Общедомовые нужды, ОДН. Это не общедомовой счетчик. Там все это очень просто, все в законе расписано, как все это делается. Смотрите, в доме есть, скажем, 50 семей, ну 50 квартир, которые живут по нормативу. Значит, вот эти 50 квартир рассчитываются по нормативу. Скажем, это получилось 300 кубов воды. От количества проживающих на норматив умножили. И еще, например, 40 квартир, которые приносят показания счетчиков, живут по счетчикам. То есть я вам сказал, например, простой пример. Там 300 кубов, здесь принесли показания счетчиков, посчитали. Здесь получилось где-то 150. У кого есть счетчики, они всегда экономят. Так. Да. Вот 300 и 150 сложили, получилось сколько? 450. Счетчик, который стоит на вводе в дом, намотал 500 или 550. Понятно, что 50 кубов, вот это и есть как раз ОДН, который распределяется между всеми жильцами. Несмотря на то, есть счетчик у человека или социальный? Да, есть еще, потому что по нашим это самое, прописали так, что распределяется пропорционально квадратным метрам общей площади. Ну, по-моему, я слышала, опять же, будут изменения, что от этой схемы планируют отказаться. Вот, понимаете, когда было раньше, когда раньше было действовало постановление, то там распределялось вот это, то, что не хватает. Оно не называлось так ОДН, оно просто приписывалось, и, ну, грубо так, я уже говорил, чтобы люди поняли, что пропорционально твоим кубическим метрам, которые ты брал. То есть, если ты экономишь, я взял, например, по счетчику полтора метра, то тебе от этих 50 достанется поменьше. А если это соседняя семья по 15, то им, значит, будет чуть побольше. А сейчас пропорционально метрам. И получается, что в однокомнатной квартире, в которой 45 метров, им досталось чуть-чуть, а там, где человек живет по счетчикам, например, одна, ну, скажем, одинокий человек живет в трехкомнатной квартире, которая в два раза больше, 80 метров, и у него еще счетчик установлен. Он взял всего полтора или два квадратных метра. А ему по квадратным метрам начисляется. Да, несправедливо. Ну вот, несправедливо, да. А есть еще люди, которые вообще не живут. То есть, уехали на дачу или в командировку. Они вообще в этот месяц ничего воды не потребили. Приезжают, смотрят, ОДН стоит. Опять же, пропорционально их не площадь. Ну, несправедливо, но у нас есть такие всегда в законах недоработки. Мы тут не можем ничего сделать. Следующий вопрос Зоя Ивановна задает. На углу Дзержинского и аэродромной из колодца течет чистая холодная вода уже несколько дней. Аварийка приезжала, ничего не сделали. У нас рядом дом. Кто будет оплачивать за эту воду, которая льется, и могут ли потом счет нашему дому предъявить? Нет, не могут. Если на доме стоит счетчик на вводе в дом, то предъявляют только то, сколько посчитал счетчик. Вода вылилась до счетчика, поэтому она вам не может быть. Если на вашем доме общедомового нет, то ваш дом СКС, Самарская коммунальная система, то есть бывшая вода, ну, тот, кто стал после водоканала, она будет вас, как и рассчитывала в том месяце, по нормативу, например, по количеству, так и будет выставлять. То есть вашему дому она не предъявит. Но вот это все как раз, вот мы говорим, что повышение тарифа каждый раз, вот спекулируя тем, что у нас, то есть мы, как в доме говорим, есть появился ОДН, да? То есть, что вот столько-то людям взяли, и столько они оплатили. А вот то, что от нас ушло, вроде со счетчика, так и здесь, или все эти тепловодяные сети, они считают как? Мы отправили в город вот столько-то миллионов кубов воды, вот за столько получили деньги. А вот это то, что по канавам и по этим разлилось, надо же как-то их компенсировать. Вот это как раз рост тарифов на воду. Понятно. Ну вот Зуи Ивановне как-то можно? Вот раз она так переживает, проверить эту информацию. Я думаю, что она получит ту же самую квитанцию за воду, только с учетом того, что тариф повысился. Вот и все. То есть не будет у нее этого самого. Эту воду, это распишут, как получилось, на весь город пропорционально, за счет повышения тарифа. Понятно. Надеюсь, что это немного ее успокоит. Следующий вопрос Нина Васильевна задает. Будут ли в Самаре устанавливать счетчики на отопление, и как потом будет распределяться оплата? Счетчики на отопление. Это что-то вот новое. Печки на отопление есть коллективные общедомовые приборы учета тепла, которые стоят на вводе в дом. И с отоплением, в общем-то, все довольно просто и прозрачно. На дом пришло количество тепла. Оно просто потом пропорционально это тепло, то есть стоимость этого тепла, например, 300 тысяч. Дом наотапливался в зимний период. 300 тысяч делится пропорционально квадратным метром площади квартир. Вот и все. Тут получается, что у кого меньше площадь, тот меньше за отопление. Кто больше, чтобы... Да, муссируется, и некоторые приходят, я вот хочу поставить счетчик у себя в квартире, лично, перед батареей. Я говорю, пожалуйста, поставьте. Во-первых, эти счетчики, они не такие дешевые. Они не дешевые. Вот если мы уже говорили, что электрический счетчик за 1700 окупается сколько. А потом, вы не думайте, что вы поставили перед батареей счетчик и посчитаете только... Потому что это только будет батарея. Но у вас же есть еще вертикальный стояк и отводы от него. А это тоже вас греет. Вот, в принципе, если даже квартира хорошо... Тепло... Имеет хорошую теплоизоляцию закрыто. Если батарею выключить, то только вот от одних стояков будет достаточно, что в квартире будет температура почти 16 градусов. Вот. То есть батарея, она, в принципе, добавляет где-то до комфорта, до 22. И то, если хорошо топят, то ее, в принципе, многие даже и прикрывают. Это когда хорошо топят. Когда плохо топят, то вас уже ни стояк не спасет, ни это. А вот когда топят хорошо, и батареи такие огненные, то платят люди больше, получается? Да, больше. А если они не хотят, вот чтобы так... Не хотят, но это опять... Вот как вот это отрегулировать? А вот тут отрегулировать, вот это как раз, да, это очень тонкий вопрос. Обычно у нас распределяется отопление либо с верхних этажей, сверху течет и вниз. Либо, наоборот, снизу, тогда у нижних тепло, у верхних холодно. То есть кто последний на точке сидит, на линии, тому и хуже. Здесь, во-первых, все зависит от того, насколько дом старый, насколько сети уже заросли трубы, насколько проходимость труб. Еще от того, насколько проектировщик правильно поставил. Ведь должно как? У тех, кто первый на сидит, у них должно быть батареи поменьше. То есть секций. А у всех одинаково. А у всех последний... Нет, не совсем. А, ну сейчас, сейчас вы каждый, да. Но дело все в том, что у нас еще так люди бывают, что сами себе пришел... Ты что, тут всего 4 секции? Сейчас-ка я поставлю 8. Потом у него настолько жарко, что у него у себя форточки все открыты. И верхние этажи смотришь, сразу все форточки открыты, там от жары умирают, вместо того, чтобы просто прижать краник и прикрыть батарею, чтобы не было жарко. Зато у тех, кто до низу, ничего не доходит. Все снялось на верхних этажах. Если с верхней розы, или с нижней, наоборот, так. То есть тут, опять же, вопрос в том, насколько дом в каком-то техническом состоянии и насколько люди вот именно грамотно, технически. Потому что сейчас, конечно, затворная аппаратура. Сейчас вообще есть такая аппаратура, которой можно выставить температуру, там, щелк-щелк, 6, 7, 8. Да, ставишь, и он тебе прижимает или регулирует сам температ. Конечно, это краны импортные, они дорогие, а сейчас после кризиса еще дороже. Но есть такое. То есть, ну, есть люди, которые вот этим озабочены, они себе... Но этим они экономят не лично себя, они экономят всему дому сразу. Поэтому это... А потом, когда начинает распределяться, то получается, что, в общем-то, больше справедливости социальности получается. Да, и вот еще такой вопрос по поливу цветов и растений. Вот многие из домов там поливают из квартир, а другие жильцы говорят, что мы вот за это платим. Вот вы хотите с цветами сидеть? Мы не хотим, а мы вот за это платим. Это на самом деле вот кто-то поливает, а платят все, получается? Я так думаю, что поливает именно тот, у которого не стоят индивидуальные счетчики воды. То есть он живет по набатилу, поэтому цветы поливает. Ага, понятно. То есть волноваться не стоит? И что, вот кто-то думает, что вот я буду за это платить тоже? Нет, мы же сказали, что... Общедомовые туда вот не идет. Вот как раз-то все вот это как раз и складывает, что общедомовые всегда превышают то, что люди потребили. Это как раз и все равно ляжет на ОДМ. Вот если бы у человека был индивидуальный счетчик, он наверняка бы не стал так распоряжаться этой водой, а сразу бы перестал переливать цветы, потому что крутил бы его индивидуальный личный счетчик. А когда по нормативу, то можно и цветы полить. Но правда, поливая цветы и убивая вот эту пыль, он делает тоже благодать всему двору. Поэтому тут ругаться. У нас, например, из дома так с первых этажей никто не поливает. Это в основном в старых домах. А в новых у нас, в принципе, есть выходы, и дворник этим автоматически занимается. То есть раз там несколько дней, когда была засуха, он просто поливал. Понятно, что это все ложится на ОДН, на всех, на весь дом. Или вот с катками тоже. Вот катки заливают. Это же тоже такая трата огромная. Вот какие-то горки там, что-то вот зимой. Тоже аналогично цветам. Такие же расходы. Хотелось бы, знаете, что еще уточнить. Вот у вас, как у председателя, для ТСЖ какие контролирующие функции есть? Вот что вы контролируете? И как отчитываетесь перед жильцами потом? Да ну, вообще, в принципе, когда все нормально, то у жильцов и не возникает вопросов. Если у них что-то в индивидуальном порядке зайца, они всегда приходят, бухгалтеры тут же устанавливают, что правильно или неправильно. Как правило, просто бывает то, что если, например, счетчики, то не подали счетчики. Если не подают счетчики, то больше трех месяцев, то просто начинаем ставить норматив. И сразу они, когда увидят квитанции большую цифру, сразу прибегают, почему столько? У меня счетчик вот всего столько накрутил. То есть, вот понимаете, у нас еще все-таки вот такое стало. Счетчик-то поставить можно, но только они понимают, что это всегда как обоюдное это. Если ты ставишь счетчик, то будь добр каждый месяц приносить показания для того, чтобы объективно отчитываться. Потому что вот я сказал, например, когда не приносит, не приносит, не приносит, потом принес сразу показания, и сразу начинается вопрос, почему мне столько много поставили. Потому что, например, ты, может быть, не жил, уезжал куда-то, а программы, все расчеты бухгалтерства составили так, что считают эти месяцы по среднему. Ты, например, поставил счетчики, сильно им не пользовался, уезжал или лето на даче жил, потом приехал осенью, начинаешь жить по полной программе, все это самое, и приносишь показания, и тебе сразу раз так разницу вот эту. То есть было там по полтора куба, три месяца. А тут ты только за этот месяц много вылил. Тебе сразу рос. И сразу, как это так? Меня вполне устраивала квитанция, когда было полтора куба. Почему сейчас мне сразу 10 написали? Вот это вся твоя разница, которую ты вылил. Поэтому надо все-таки к счетчикам относиться так, чтобы приносить их вовремя. И тогда и самому приблизительно прикидывать. А вот когда показания-то сдаешь и пишешь, ты понимаешь, в прошлом месяце я 3 куба потратил, а в этом я 10. Значит, соответственно, квитанция будет дороже. Да. А вообще вот название вашей вот такой организации общей, товарищества собственников жилья. Вот что есть от товарищества? Действительно ли люди, жильцы, собственники жилья, которые в ТСЖ становятся более объединенными, заинтересованными в том, чтобы все было хорошо, и активными, ну как бы вот заинтересованными. Или нет? Или от товарищества там, собственно говоря, ничего не остается? Не, ну почему? Вы знаете, как у нас на собраниях какая-то самая сразу. Особенно остается вот это, знаете, раз мы товарищи, и раз мы все хотим все решать, то один приходит и говорит, давайте посадим цветники и будем их поливать каждый день. Другой говорит, нет, ни грамма воды на цветы, пусть лучше будет пыль, зато мы сэкономим воду. Вот и начинаются перепалки. Один хочет одно, другой хочет другое. Один говорит, что мне все равно, сколько платить, только поливайте все это, чтобы ни одной этой соринки не было. В общем, каждое утро я должен выйти, и чуть ли не порошком помыто все должно быть. Другой говорит, нет, давайте лучше экономить. То есть вот у каждого товарища, да, есть такое мнение, что надо или то, или это сделать. Но я просто вот вижу, что когда дома сдаются, их сразу передают управляющие компании, то получается вот как раз такое, как вот было, помните, в 80-е, 90-е, когда люди получали квартиры, въезжали, и никто друг друга никого не знал. Вот здесь, когда организуется товарищество, то тут люди все равно все-таки больше как-то знают и соседи, и это. Потому что все-таки ближе. Получается, что какой-то мы это... Я просто хочу разницу понять. Вот между ТОСами, допустим, ТОСы, они вот мероприятия организуют часто... Нет, ТОС, ТОС это не совсем другая организация. Да, вот именно. Они вот часто организуют общие мероприятия. Там праздники, там приезжают, поют, веселят. Вот вы делаете на эту ставку, или у вас другая, экономичная, экономичная, экономная? Нет, дело в том, что ТОСЖ это организация, которая обслуживает дом, которая следит за обслуживанием. А ТОС это организация больше, которая... То есть подходы разные. Подходы разные. Они же там не начисляют людям квитанции, они не берут с них деньги. Они существуют, у них совершенно другие источники поступления денег. Их не как раз вот как-то заниматься, как вы сказали, организацией праздников, организацией платить людей, как-то там чем-то заниматься общественными такими мероприятиями. Понятно. Минутка остается, Игорь. Не дают разрешение на установку счетчика, который контролирует температуру выше 60 градусов. Что делать? Еще раз. Не дают разрешение на установку счетчика, который контролирует температуру выше 60 градусов. А, то есть это счетчик на горячую воду, который, если температура ниже 60 градусов, он просто перестает считать. Как-то можно это повлиять? Я, во-первых, не знаю, во-первых, а кто не дает разрешение на установку. Но вообще это, честно говоря, будет несправедливо. Я, конечно, знаю, что есть такие счетчики, которые, если температура горячей воды, на горячую воду имеется в виду, он, да, не считается. Но получается, человеку идет, например, 50-градусная вода, в принципе, довольно горячая, правильно? Ну, общедомовой счетчик ее считает, а у тебя счетчик не считает. Так на кого будет это все? Да, понятно, понятно. Не очень справедливо, так скажем. Спасибо огромное. Давайте всем поставим такие счетчики. Давайте как-то это. Спасибо огромное за то, что пришли. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok